Привет, мои художественные друзья! Сегодня будет ролик, обзор пастели Мунгио, которая у нас бюджетная. Сравним ее, посмотрим, что она может. Сам я вот именно этой пастелью никогда не рисовал, она запечатана. И в этом весь интерес, то есть распечатать ее и нарисовать прям с первого раза, без каких-либо тренировок, подготовок, чтобы узнать, как она будет. В этом наборе 48 цветов, единственное, сейчас они лежат уже в ином порядке, потому что когда я открыл, она у меня немного рассыпалась. Растирается уже более-менее, растирается, скажем так. То есть не самая твердая, не самая мягкая, но мы и не рассчитывали, что она будет мягкой. Я думаю, это средне-мягкая. Честно говоря, я еще вот не рисую и думаю, что она, в принципе, годная, на самом деле. И совершенно точно думаю, что она годная в сочетании с мягкими пастелями. Но вот эта полупрозрачность, полутвердость, ее нужно отдельно понять. И сейчас это не предмет разговора, а пока вот исключительно вот об этой пастели. И так я потихоньку работаю. И вижу, что слой на слой, естественно, перекрывается плохо. Но что хорошо получается? То, что некоторые слои дают такую полупрозрачность. То есть когда снизу что-то видно через верхний слой, мы наносим верхний слой, а снизу что-то видно, полупрозрачность организуется, появляется. Она хороша чем? Тем, что иногда она нужна. Но вот полупрозрачности и пастозности и прочее, их нужно рассматривать отдельно. У меня есть в плане снять видео в ближайшее время, обновленное более широкое видео по приемам масляной пастели. И там мы это хорошо рассмотрим, именно эту полупрозрачность. В противном случае, вот отдельно такую пастель работать можно, но сложно. Допустим, вот белила, они не ложатся, да, то есть они вот застираются, как бы размазываются, но вот пробелы какие-то, и то есть нужно какое-то усилие прилагать, чтобы равномерно нанести. Либо вообще тогда отказываться от смешения цветов. То есть если я хотел тут как-то подмешать что-то с чем-то, оно уже не так уж и смешивается, да. Не очень в этом плане, но свои плюсы есть. Повторюсь, вот если нужно организовать какую-то где-то полупрозрачность, подклировать что-то, вот именно такая пастель нужна. Чтобы понять, как это применить, нужно показать. И надеюсь в ближайшее время я это сделаю. В целом, вот уже сейчас я этой пастелью доволен, как ни странно. Применять ее буду, сто процентов, но я так и думал, что она вот это именно и даст. Это, наверное, единственный плюс и вот эти полупрозрачности. Все остальное, ну как этюдный материал пойдет, пойдет. То есть какие-то такие этюды делают, то есть поделав ей, допустим, там штук 10-20-30 этюдов, можно понять все сильные и слабые стороны, понять последовательности. То есть уже начинать, допустим, не с черных, а светлых и черными, условно темными тонами перекрывать сверху светлые. Ну и тогда какой-то грязи уже меньше будет, то есть не нужно бояться, что там где-то что-то пойдет. Ну, знаем, что белила слабые, то есть вот мне нужно выбелить тон. А они вот туда-сюда ездят, да, то есть не кроют. И это все нужно учитывать. Но если долго мучиться, обязательно что-то получится. В целом нормально, нельзя сказать, что плохая, вполне себе нормально. Единственное, конечно, скажем, не совсем полностью твердые вот эти пастели, они как бы в каком-то смысле слова не то, что не функциональные, но они не дают вот полный спектр каких-то таких вот возможностей, которые дают пастель более мягкая. Мягкая она, единственное, может быть сказать, ей сложновато полупрозрачные вещи делать. Ну, можно, если постараться, зато всегда пастозную можно дать. То вот этой пастозной уже не дашь. Ну, дашь, ну, нужно прям четко продумывать вот какую-то зону, наносить и, наверное, и все, да, то есть как бы не трогать. Или трогать, но весьма спокойно, либо зафиксировав чем-то фиксативом. Но пока мы фиксативу не рассматриваем, в принципе, да, это уже доп. средства, и как бы пока идея, вот есть набор, как есть, да, купили и рисуем. Что мы можем? Можем, если постараться, что-то можем, но сложновато будет. Ну, на самом деле, можем. То есть, единственное, вот таким полутвердым пастелем будет подходить стиль, мы, я тоже буду о нем снимать видео, ну, когда условно рисуем чистыми цветами. Когда мы рисуем чистыми цветами, вот типа как это, я сейчас нанес цвет и его должен оставить. То есть, заранее продумав зоны, где чего будет нанесено, то есть, где-то мазнул этим, где-то другим, где-то еще другим, и в сумме собирается картинка. Для такого, скажем, стиля ведения работы, лучше нить, конечно, набор побольше, потому что там, в принципе, любое, ну, любое смешение весьма условное, да, но даже на пастозной пастели, которая мягкая ложится хорошо, это тоже относительное смешение мы говорим, ну, точнее, я говорю смешивать, ну, все же это относительное смешение. И вот в таком ключе, когда рисовать исключительно чистым цветом, где-то как-то, с учетом там обеднения, насыщения цвета, в принципе, можно работать и этой пастелью. То есть, нужно понимать, вот на канале есть какой-то обзор, это не значит, что вот на этом все и кончилось, да, вот я попробовал, больше никогда вот не буду снимать об этой пастели. Я о всех пастелек буду снимать еще много всего, потому что и ван гог полутвердый, в каком смысле слова, и не мягкие, и не твердые, и это пастель. И ими всеми можно работать, на самом деле, просто нужно понять как. Вот об этом как я и буду снимать еще много-много роликов. В принципе, нормал, то есть, как бы, можно первые слои смело делать, полупрозрачные, когда уже знаете, зачем это делать, а потом усиливать. Но если прямо вот старт с этой пастели, наверное, нежелательно. То есть, пока вот по бюджету, по всем показателям, по суммарным показателям, классическое Mungic Gallery заруливает. То есть, как бы, оно и мягенькое, и понятненькое. Хотя, вот сейчас, да, вот белило наношу, ну, наносится уж, наносится. Но, опять же, это уже стиль такой вот, немножко у нас будет все такое, джин-жин-жин-жин такое, да, то есть, мы уже гладенько не сможем где-то что-то как-то. Это не значит, что это плохой стиль, это вполне классная техника ведения работы. В принципе, хочу сказать, вот я сейчас, если жирненько вот так, мазочно, годно, вообще нормальная пастель, можно работать. Даже мне нравится, честно говоря. Специфичная, немножко вредная, но пойдет. Итак, друзья, короткое резюме для тех, кто хочет порисовать этой пастелью. Она скользкая, то есть, не стоит наносить жирный слой с расчетом, что потом мы можем перекрыть. Если где-то что-то колернуть, то лучше сначала нанести, заранее уже продумав, но посмотрев по работе, где какой цвет, нанести, допустим, достаточно жирно, да. И если нужно, потом взять и тонехонько вот так, к примеру, поверху повернуть. Так будет результативней. Как бы лучше идти от каких-то больших вот таких вот силуэтов, отталкиваться, и втирать поплотнее сразу. Так, раз-раз-раз-раз, втерли-втерли-втерли-втерли-втерли. Что-то вот елка появилась какая-то жестокая. И там где-то что-то усилили. И вот в таком ключе весьма, что ли, понятном, обобщающем ключе можно работать этой пастелью. Прямо такие самые понятные какие-то обобщения выполнять. Ловить его, ну, как бы, характерное для того, что мы изображаем. Если этой пастелью мы захотим нарисовать, наверное, что-то очень точное, детализированное и с высокой степенью реалистичности, или, боюсь, это будет сложновато. Но можно. Сложно, но можно. Но не стоит. То есть, как бы, новичкам мучиться, наверное, не стоит этого делать. Для этюдиков годится. Просто у пастели, в принципе, вот эта специфика жирка, его нужно, как бы, понять, ощутить. Понять и принять. Это не минус. Это особенность пастели. Только если человек, вот, наносит вот этот жирок, и он, как бы, его немножко пугает или отвращает, это первое такое впечатление. И это впечатление закономерное. У меня было то же самое, как бы, ты думаешь одно, а потом получается совсем другое. Когда понимание вот этой скользкости масляной пастели приходит, как это использовать, то все налаживается. Но пока этого понимания условного рисующего, если нету, то лучше не мучиться и пастозной пастелью работать, и все будет нормально. На этом, друзья, все. Подписывайтесь на канал, пишите свои впечатления, если у вас есть опыт работы этим материалом, как он вам понравился или не понравился, справились в итоге или не справились. и продолжаем дальше двигаться, развивать канал, развивать масляную пастель. Скоро выйдет видео, надеюсь, в ближайшее время, по приемам. И станет чуть-чуть легче и понятнее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!